Приветствую вас. Условно говоря, навязчивые мысли – это результат некого дисбаланса внутри вас. Это результат нарушения равновесия внутри вас. Это результат того, когда если некоторые желания у вас перестали удовлетворяться, или появился какой-то внешний раздражитель, с которым вы на данный момент не знаете, что делать. Ну, то есть, просто не знаете, как с этим вообще справляться, да? Вот. То есть, условно говоря, ну, это вот просто для примера можно просто использовать. Например, вы живете вот с мужем, да, там, ну, сколько-то, какое-то количество лет, к примеру. И, допустим, там, 20-30 лет. Ну, 20-30 не в вашем случае, да, в вашем случае, наверное, где-то лет, может быть, 15, 10, 20, но тем не менее. И вот последний год, например, у мужа, допустим, появляется, там, какая-то черта, ну, просто вот какая-то черта, которую вы, ну, которую вам сложно принять, скажем так. Да? Вот. Ну, а поскольку у вас можно быть с человеком, у вас есть привычка к человеку, то, естественно, вы не можете просто, там, например, взять и, ну, уйти. От человека вы не можете. Это логично. Вот. Поэтому вы просто терпите, по факту, просто терпите то, что вот вам не нравится. И, по-другому, вы не можете вообще себе представить, чтобы вы себя вели, потому что, ну, а как? Как по-другому можете себя вести, да, ведь это ваш муж, там, отец ваших детей, вот, и прочее, 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 прочее. Вот. И получается конфликт. С одной стороны, я не хочу, мне не нравится что-то, с другой стороны, я не должна это чувствовать, я виновата за это, я плохая за это и так далее. И вот подобный конфликт может, может вызывать, как раз таки с навязчивыми мыслями и то, что вы себя накручиваете, накручиваете. То есть это определённый внутренний противоречий. Вот. Ну, ситуация может быть и более глобальная, например, у вас могут быть возрастные кризисы, ощущение нереализованности, вот, и так далее, и так далее. То есть навязчивыми мыслями в любом случае, это следствие конфликта определённого. И, ну, смотрите, что с чем у вас конфликтует, нужно смотреть, что с чем у вас противоречит, вы можете сами посмотреть, вот, в каких ситуациях, в каких случаях вы сами себя гнобите, в каких случаях вы сами с собой, условно говоря, воюете, вот, и как только вы начнёте это понимать, у вас появится хорошая возможность что-то есть, что-то исправить, и навязчивые мысли уйдут. То есть справляться с навязчивыми мыслами не нужно. Видите, вы даже в вопросе пишите, справиться с ними. Что такое справиться? Справиться. Справиться это значит подавить, скорее всего. Подавить, значит заглушить, забить, убежать. Ну, это не... Это не решает проблему. Ну, именно ваши проблемы. Изначальная проблема, по которой появились навязчивые мысли, это не решит. То есть попробуйте увидеть, в каких ситуациях вы сами с собой воюете, в каких ситуациях у вас есть противоречия и обозначить хотя бы стороны этих противоречий, хотя бы стороны, что и с чем вас конфликтует. Дальше уже будет понятнее. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok